Ребята, всем привет! Сегодняшнее наше видео будет посвящено тому, как мы проводим электроэнергию на наш участок. Сколько нам это обойдется, какие сроки это все будет происходить. В общем, все о проведении электричества на наш участок. Здесь находится РЭС. Буду подавать заявку. Точнее, я подал уже заявку, но нужно некоторые моменты уточнить, как это можно все дело ускорить. Заявка рассматривается 10 дней, и после 10 дней, если все нормально, она проверила, вот эта женщина, я все правильно подал, все правильно прописал, то есть никаких вопросов нет. Но какое решение мы вдвоем приняли с ней? Я у нее спрашиваю, а для льготных категорий населения, я там смотрел, пока она там смотрела личный кабинет, я на рекламный постер смотрел от региональных сетей. говорю, а есть же для льготных верст населения подключение? Она говорит, да, говорю, а многодетным? Она говорит, нужна многодетная книжка. Говорю, есть книжка, но там меня нету, там только жена и дети. Говорит, нужно, чтобы были вы. Или вы по документам не являетесь многодетным отцом. Говорю, ну понятно, бюрократия. Она говорит, вы только вчера подали на изменение, то есть ее можно аннулировать, вашу заявку, вы зарегистрируете на жену, личный кабинет. И у нее же есть фотографии. И так вы заплатите за подключение, за каждый киловатт, не 4 700, ну там с копейками, а 1600, как для льготных. И в итоге будет не 65-70 тысяч за подключение, за 15 киловатт, 3 фазы. А 15 тысяч, говорю, красота. Так что сейчас еду домой, в срочном порядке регистрирую Таню в личном кабинете, подаю заявку по новой сегодня, чтобы она как раз, рабочий день идет, чтобы она сегодня уже вступила в работу. И сэкономим хороший кусок финансов на подключение электричества. Короче, ребята, мы сделали все так, как нам сказали. Подали заявку от моего имени. Прикрепили уже все нужные документы. Приходит нам сообщение, что получен ответ, да, или как там, вот в этой заявке. Боря туда заходить, а зайти не может. Дозвониться к ним сюда невозможно почему-то. Только либо запись к ним на прием, либо в личном кабинете ждешь ответочку. И мы думаем, Боря говорит, Таня, что такая то ли ошибка, то ли что, надо ехать. Записались мы снова на приемчик, уже с моим присутствием, потому что уже от моего имени подана заявка. И вот прикатили мы в место, где все это дело занимаемся мы. Летим с Борей теперь второй раз. Да, летим, летим. И сейчас поделимся, что в этот раз скажут нам. Что-то у нас затягивается с электричеством все. А хочется, чтобы все побыстрее было. Ну что, слетали мы, как птички, синички. Да, чуть не упал я там. Да? Ну да, подскользнулся. Оно же вчера было полностью все растаявшее, а сегодня все замерзло. Ждем ответа, короче. Говорит, ждите ответ. Как только смс на телефон придет, вот тогда, говорит, все готово. Не беспокойтесь, это просто шаблон, короче, определен. Как он будет из системы. Да. Поэтому, говорит, не беспокойтесь, все хорошо будет. Фух, ждем, ждем. И надеемся, что все это быстро мы провернем дело. Ну что ж, ребят, прошло буквально пару дней после того, как мы гоняли. Боря приехал с работы. Мы тут компьютерами занимаемся. Ну, в жизни за кадром, скорее всего, вы видели или где-то в другом видео, не в этом. И Боря такой сел закрывать компьютер, выключать все, думает, дай-ка я посмотрю, что там у нас с этим. Я каждый день смотрю. Ну, что у нас там с электричеством? Он говорит, о, все готово. Короче, нам вместо, там мы считали 60 с чем-то тысяч должно было быть, нам прислали 15950, да, что это такое? Ну, потому что многодетная семья. Представляете, мы сэкономили, считаю, что 40 тысяч. Я не знаю, сколько будет счетчик стоить. Это все стоит. Это только проведение. Не, мне кажется, проведение только. Там, видишь, проведение, проведение, проведение. Да, мы сейчас еще посмотрим. Возможно, нам еще придется купить счетчик. Но, знаете, что нас очень радует? Мы на электричество отложили 100 тысяч, потому что мы посчитали счетчик, проведение, там, 70 плюс счетчик. Мы когда в Горохово, помню, счетчик покупали то ли 30 тысяч, то ли 20 чем-то. Да, и мы думали, как раз в сотню мы должны влезть. А сейчас у нас, возможно, останутся деньги. Наверное, счетчик будет стоить 85 тысяч, правда? Да. То есть у нас останутся деньги еще на ремонт. Точно 1050 должно остаться. Это нас очень радует. Вот так по копеечке, по рублю, там сэкономили, там сэкономили, поэтому прям очень классно. Ну что, как говорят, Мурка умывается, а мы подводим итоги нашего, сколько, трехмесячного почти путешествия в мир электрики, электричества. Ну, даже где трех, двухмесячный. Двухмесячный, а так быстро. В конце декабря, в середине декабря, январь, и сейчас начало февраля. Короче, ребят, начало февраля, что мы на этот счет имеем? Цены мы уже за подключение называли, у нас скидка для многодетных, чтобы вы учитывали. А сейчас вот последнее, что Боря докупил, давай цены озвучим, наверное, да? И на этом будем заканчивать, скажем, сколько времени прошло. Ну да. Значит, нам позвонили, сказали, что уже все готово, счетчик готов, все готово, нужно будет подключать. И я купил СИП-кабель. То есть СИП-кабель покупает владелец? Ну, все покупает владелец. Ну, все это что? Получается СИП-кабель, щиток на столб, то есть, ну, вот этот ящичек металлический, и автоматы. А все остальное и вешает это на столб, это делает потребитель. А компания, они приезжают и подключают все это, и ставят на столб наверх. Залазят, короче, ставят счетчик, там все подключают, проверяют, и все. Вопрос, во сколько обошлось? Мы те цены сказали, озвучили? Я уже и забыла те цены. В общем, вы видели, смотрели видео. Вообще-то СИП-кабель 100 метров стоит около 30 тысяч. Но из-за того, что я его брал с большой скидкой на озоне, мне он обошелся 9 с чем-то. В три раза почти. Да, в три раза. И щиток, то есть, этот ящичек 1700. У Лера Мерлен, да, ты брал? Да, 1700. И два автомата, один тройной и один одинарный на массу. Получается, мне обошлось 1200, два штуки. В общем, три... Три... Че? Две девятьсот. Две девятьсот. Ну, вот так. Ну, из-за того, что я брал электричество у соседей, и мы там договорились с ними, что я, когда буду отключаться, то я им заменю... А мы же не говорили, что мы же здесь не говорили ничего. Да. Никто же ничего не знает. Мы же подключили временно, договорились с соседями, подключили... А я что-то думал, что мы... Ну, да, это же мы... Как давно это было? Да, мы же давно снимали это видео. Я говорю, уже не помню, что мы говорили до этого. Главное, закончить, чтобы уже все было в этом... Мы нашли людей, договорились... То есть, люди... Перед Новым годом. Да, соседи наши, они приехали, мы заключили с ними договор, они пустили нас на свой щиток, подключились мы к их автоматам. Оплачивали все вот это. И этот СИП кабель я размотал, и от их участка до нашего участка проложил вот эту трассу и подключил, шло строительство. А это вот нам позвонили, сказали, что все, здесь все полностью, приезжайте, устанавливайте, будем переподключаться. Переподключаться, да. Ну, а само переподключение, как что, Боря будет снимать вам? Секунду, я же это самое, я не договорил мысль. И у нас в договоре, что я автоматы их в их щитке меняю на новые. То есть, я купил им новые автоматы, это тоже... А, ну, тоже наши расходы. ...1300, но те автоматы, что у них в щитке, они нам пойдут. Но они же тоже новые. Ими попользовались месяц, и они ни разу... Ну, это наша договоренность была личная, что раз мы это... Да, все, то есть, получается, сколько, 2900, ну и 1200. Вот расходы. Сип-кабель плюс то, что мы заплатили, то, что мы цену вам озвучивали компании. Все, вот это все, что нам обошлось, ну, нам на удивление очень быстро сделали, потому что люди, говорили, полгода ждали, да? Ну, вот соседи, у которых мы брали, они подали весной. Я же говорю, ждали полгода больше. А им подключили в октябре. В октябре подключили. Электричество дали в декабре. А электричество дали в конце декабря. Вот представьте себе, больше полгода ждали. А нам подключили, получается, наверное, за счет того, что там уже было электричество. Ну да, они просто... Нам быстро, два месяца. Ну, уже, как сказать... Линия рабочая. Да, рабочая линия. Нам быстренько очень подключили. Так что мы ждали два месяца. Вот так, когда нам все обошлось, слава богу. Все, тогда пока-пока. Как подключали электричество, как идет строительство, все будем выкладывать в этом плейлисте, где находится это видео. Строительство под Новосибирском, так называется. Нашего очередного гнезда. Да, вопрос теперь, насколько-то гнездо нам будет служить, я уже тоже думаю. Дети разъедутся, не переедем ли мы еще куда-нибудь. Вообще, когда-нибудь остановимся на каком-то одном месте. Не знаю. Что-то мы как эти. Пташки перелетные. В общем, туда-сюда летаем. Но время покажет. Все, ребят, пока-пока. До новых видео. До новых видео.